Друзья, привет! Сегодня готовим очень модный рецепт из ютуба и тиктока. Мы будем с вами запекать сыр в духовке. Для этого рецепта понадобится не совсем обычный сыр, а камамбер. Но, как правило, он продается практически во всех супермаркетах. Сначала нам нужно взять несколько зубчиков чеснока, почистить их и очень-очень тонко нарезать, как я это делаю на видео. Режьте, пожалуйста, максимально тонко, позже вы узнаете, зачем это нужно. Дальше нам нужно взять какой-нибудь свежий, вкусный, мягкий хлеб. У меня был обычный классический багет. Хлеб этот нужно нарезать просто на кусочки. Этот багет мы будем запекать вместе с сыром в духовке с ароматными травами. И потом макать хрустящую греночку, которая получится из этого багета, в тягучий сыр и наслаждаться вот этим всем вкусом. Это просто потрясающе. Дальше берем противень, застилаем его бумагой для выпечки, открываем наш камамбер и кладем его в середину противня. Берем острый нож и делаем на сыре надрезы. Надрезы должны быть крестообразные, как у меня на видео. Вот такие. А теперь в эти надрезы мы раскладываем нарезанный чеснок. Именно поэтому чеснок нужно было порезать максимально тонко, чтобы кусочки поместились в кармашки, которые у нас получились. После того, как весь чеснок в сыр воткнули, берем наш нарезанный багет и раскладываем его вокруг сыра. Ну, не обязательно вокруг, можно просто в произвольном порядке. Главное, сюда же на противень тоже положить хлебушек. Теперь берем розмарин. У меня был розмарин свежий. Если свежего нет, можно взять сухой. И посыпаем все вот это дело в сыр вместе с багетом, с чесноком, розмарином. Розмарин вообще очень вкусный, ароматный, а при выпечке это будет просто потрясающе. Он пропитает и сыр, и кусочки хлеба, и блюдо получится невероятно вкусно. Дальше мы просто берем оливковое масло и сбрызгиваем или поливаем все вот это, что у нас лежит на противне, обильно оливковым маслом. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и готовим примерно 15-20 минут. Это очень и очень вкусно. Приятного вам аппетита! Приятного аппетита!